доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы с вами находимся на странице нашего сайта так вот я ее увеличил существенным образом это опять речь идет о методиках и в данном случае в видео диагностика интеллектуальных способностей человека обратите внимание я говорю не а и кью этой дурацкой характеристики айки у которого не существует вообще интеллекта не существует как такового это устаревшая давно пройденная пройдет давно пройденный этап устаревшие понятие устаревший термин во многом себя дискредитировавший и даже если пункти не дискредитировал в основе в основ как мы сейчас знаем по прошествии времени это полный бред собачий говорить об айки у коэффициенте интеллекта это бред бред еще раз бред он его не существует интеллекта собирательный некий образ сказка для начала двадцатого века что-то нечто необычное удивительное в свое время до то есть начало 1905 год 1940 продолжение развития всего этого 1954 год но основа основ это начало двадцатого века интеллекта айки у понятия кем не существует это бред ерунда полнейшая своей работе в лаборатории психологического обеспечения мы используем всего лишь три теста направленных на диагностику интеллектуальных способностей на качество мышления человека вот этот термин приемлем и может быть использован и применен качеством мыслительной деятельности используем тем не менее мы такие три методики как краткий отборочный тест тест прогрессивные матрицы равена и тест векслера клинический тест векслера у них у всех есть свои какие-то особенности нюансы краткий отборочный тест в основном мы используем при каких-то групповых исследованиях в области промышленной психофизиологии ну и в клинике тоже он может быть применен и использована в определенном смысле для изучения так называемой общей понятливости и практической осведомленности запоминайте термины до кавычки открываются общая понятливость и практическая осведомленность кавычки закрываются вот о чем идет речь когда мы используем краткий отборочный тест значит частично мы используем в каком-то смысле используем тест прогрессивные матрицы равена он хороший тест он работает он очень ограничен своем применении надо четко понимать его теорию подоплеку и методологию чтобы не ошибиться и правильно описать результаты этого теста в отношении пациента клиента вашего ну и соответственно существует третий тест бланковый автоматизировать его невозможно это так называемый клинический тест векслера такая коробочка у нас он сделан изготовлен и переведен лучше чем у каких-то других фирм которые существуют на просторах россии на самый лучший по качеству этот тест мы предлагаем к реализации такую же большую коробочку с 11 суб тестами и так далее речь идет о тесте векслера мышка найдена на краткий отборочный тест на говорю сейчас о тесте векслера тест векслера используется в клинике рекомендуется в мкб-10 но надо понимать тоже ограниченность его использование его применения надеюсь я уверен в этом что я еще поговорю и расскажу вам о нем более подробно есть уже предыдущее видео посвященное тесту векслера посмотрите их ну и в дальнейшем я тоже наверняка на нем буду останавливаться равно как и на прогрессивных матрицах равена и на кратком отборочном тесте тоже поговорю и расскажу о стимульном материале ограниченности применения как того так и другого теста как их как у их достоинствах у них есть достоинства несомненно у каждого из них они очень хорошо себя показывают в некоторых ситуациях некоторых диагностических случаях но это тоже будем разбирать и говорить об этом отдельно это огромная тема для разговора вот на данный момент всего лишь три теста код равен и векслер более ничего в российской федерации на просторах россии использовать и применять нельзя все остальное не адаптировано является бредовым каким-то и так далее абсолютно неприемлемым в плане серьезной ответственной качественной клинической диагностики на этом все благодарю за внимание и удачи вам